Если ребенок пришел в школу, залез под парту и там написал, это признаки гениальности. Психологи последних 70 лет бегают по потолку и убеждают, что у них есть методики отбора, что вот гении, они прямо сейчас начнут плодиться, как тараканы на грязной кухне. Так, ребята, где это все? И если уж комплексное исследование не позволило выяснить даже признаков генетических, серийных убийц, из которых исследовали по всему миру тьму тьмущую, то о чем говорить? О каких гениях? К сожалению, многие убеждены в том, что если рано выучить таблицу умножения, то перед нами гений. Это не так. Даже очень талантливый и способный человек не может наплодить таких же талантливых способных потомков. Это «Час спик» в студии Никиты Рудаков. Фрэнсис Гальтон, английский психолог и антрополог, написал свою монографию «Наследственный гений» больше 150 лет назад. То есть найти природу гениальности мы пытаемся уже полтора столетия, но, кажется, ВОЗ и ныне там. Почему? Обсудим сегодня с профессором, доктором биологических наук Сергеем Савельевым. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Итак, давайте начнем, так сказать, с матчасти. Что же такое вообще гениальность? Есть ли этому термину научное определение? Да, конечно, есть. Матчасть очень простая. У нас есть гении, пиар-гении, то есть бездари, на которых все хотят заработать. Это один способ создания современного гения, который описан, на самом деле, еще довольно давно, в конце 19-го, начале 20-го века. Ну, когда торговцы картин приходили на выставку и смотрели. Ну, видят, шикарные картины, все. Кто автор? Женщина. Это сразу отбарковать. Значит, следующее. Смотрят тоже очень приличные картины, там все такое. Ну, видят художника, аккуратный, в шляпе, аккуратно одет, чистый, значит, в тройке, значит, в начищенных ботинках, с тросточкой. Ну, в общем, образец. Говорят, тоже нет, не годится. Они понимают, что это неправильно. И потом смотрят, ну, картины совсем уж посредственные. Говорят, а это чьи? И тут смотрят, что такое, значит, сильно пахнущее алкогольными напитками, давно не чесанный, бородатый, там весь засыпанный сигарным пеплом, толстый, совершенно непотребного вида мужик, вокруг которого вьются курсистки. Они говорят, о, вот это то, что нам нужно. И дальше его раскручивают, то есть привязывают к флагу и начинают крутить. Почему? Потому что вот это чучело огородное, оно будет хорошо продаваться. Вот этот аккуратный, никуда не годится. Женщины вообще никуда. Это одно конкурентное поведение. А вот это чудовище, легкодоступное и пахнущее водкой, это и есть образец художника. И вот у нас такими художниками завалили весь 20 век. На самом деле есть гении, проверенный временем, который действительно проходит десятилетия, столетия, и к ним интерес, все продолжается и продолжается. Таких людей очень немного в истории и в мире. То есть вот это первая проблема, которую мы сталкиваемся в поисках гения, как отличить гения от распиаренной бездарности. Это очень простая вещь, потому что любой гений, как минимум, должен уметь делать то, что делают до него люди просто не гениальные, даже не очень талантливые, но профессиональные ремесленники. То есть гений – это что? Это суперпрофессиональное ремесло, умноженное на уникальную конструкцию мозга, которое позволяет ему на базе высочайшего профессионализма, что обязательно создавать то в науке, в обществе, в искусстве, то, чего до него не было в природе и в обществе. Это и есть признак гения. Это синтетическая деятельность, которая до него аналогов не имела. Вся ваша речь, она же посвящена в основном творческим людям, потому что с творческим началом судить очень легко. Вот сказать, этот гений, а этот не гений. Ну, за деньги с пеплом от сигары на рубашке и так далее, и так далее. А в науке-то все понятно. Если человек добился высот в науке, если он получил Нобелевскую премию, я не знаю. Это моя любимая тема, потому что за последние 30 лет Нобелевские премии за дело получили только две. Все остальное – это чистая липа или, скажем так, очень частный околонаучный процесс, который выдавали за высочайшее достижение. Ну, классические примеры. Простите, в свое время нашли так называемые гены обоняния. И сказали, что они определяют целый класс 100 тысяч. Ни у кого даже в голову не пришло о том, что у нас всего около 25 тысяч генов рабочих в человеческом геноме. Понимаете? То есть люди, которые это все делали, все это закончилось ничем. Дальше. Недавнешняя Нобелевская премия про стволовые клетки японцам, которые сказали, что если мы пересадим вот эти четыре гена, значит, то мы из любой клетки сделаем стволовую, из нее получим все, что угодно. Ну, во-первых, стволовые клетки – это вообще липа изначально. А вот этот вот прием прошло уже шесть лет. Где протезы, выращенные гениальными японцами? Где управляемое развитие органов и систем? Этого нет и не было. Может быть, мало времени прошло. Ну, подождите, вы так набрасываете. Шесть лет – это в молекулярной биологии, в генетике очень большой срок. Там каждые пять лет даже парадигмы пересматриваются очень многие. Поэтому пора уже рассказать нам что-нибудь. Вот таких примеров среди нобелевских лауреатов очень много. То есть есть, конечно, действительно даваемые заделы, но их давным-давно я не видел. К сожалению, в основном это предметы, скажем так, научного позора или просто развитого пиаразма. На самом деле, давно известно, там существует несколько фондов. Если хорошие фирмы переводят до много денег, человек ставят на очередь. То есть, к сожалению, Нобелевская премия, после того, как выручают таким вот прохиндеям, общим мировым известным, она, конечно, утратила давным-давно свой смысл и свой престиж. Потому что, ну, достаточно вспомнить наших, так сказать, людей. Солженицына. Ну, про Солженицына я не говорю. И кто-то считает его писателем. Я не говорю даже про Обаму и Горбачёва. Ну, вот мне не хочется касаться этих вопросов, потому что после такого... Вы в один разряд ставите их по Солженицыну, Обаму и Горбачёву, да? Вот такого позорища, то есть, конечно, себя представить сложно. То есть, больше дискредитировать себя. Но у нас есть обратные примеры. А где Нобелевская премия Менделеева? А? Ну, он не дожил. К сожалению, Нобелевская премия Менделеева – это очень странное отсутствие этой премии. Много ещё других всяких вещей, которые, собственно говоря, и нашими физиками, и химиками сделаны, которые не нашли отражения. Это отдельный разговор. Это политика, была холодная война, давали советским гражданам неохотно. Ну, то есть, вы хотите сказать, что Нобелевская премия – это политизированное мероприятие, которое нужно для того, чтобы те, кто на Западе её даёт, добивались своих целей. Ну, судя по Алексею и Солженицыну, да. Добивались бизнеса определённого или политического резонанса. Поэтому давайте оставим. Нобелевская премия... Это не критерий гениальности. Сейчас такая ситуация, что если человеку дают Нобелевскую премию в области науки, понимаете, намного выгоднее от неё отказаться. Потому что если ты идёшь на такой контакт, то это позор. Но не в этом дело. Вопрос гениев очень прост. То есть у нас не существует неполитизированных объективных критериев гениев. Значит, остаётся что от гениев? Некоторые решённые задачи, которые до этого не решались. Естественно, они вызывают в парадигматическом. То есть, ещё раз, общество научное, оно парадигматическое. То есть это... Если ты соответствуешь парадигме, самой дурацкой, которая может существовать, например, в западной науке, всё будет хорошо. Тебя будут цитировать, публиковать и прочее. А если ты не соответствуешь парадигме, всё. Какую бы ты чушь не порол? Ну, пример классической чуши, которая занимала молекулярных биологов и генетиков последние 20 лет и явилась, собственно говоря, самым большим позором современной молекулярной биологии – это метахондриальная ДНК. На её основании исследовали болезни, изучали происхождение человека от древнейших, сравнивали между собой, делали глобальные выводы. И вот эти антрополухи, которые работали одним методом, что категорически в науке запрещено, и популяризаторы – это уж отдельная область, которые вообще ничего не понимают, но пересказывают все скандальные новости как истину в последней станции. Ну, это просто сумасшедшие в основном. Значит, они строили на этой самой метахондриальной ДНК всё. И вот эта вся абракадабра, построенная на метахондриальной ДНК, паразитировала 20 лет. Вот, поднимите журналы «Пятилетний ДНК», всё забито этим безобразием. И этот анализ, эти мыши с этими близки, и мы близки к неандертальцам, или неандертальцы близки к романьонцам, вот в этом месте так, в этом месте так. Всё было разобрано. Ровно до той поры, в конце концов, пока не накопились данные, известные уже все эти 20 лет, о том, что внутри одного человека, если взять разные органы и взять из них метахондриальную ДНК, и сравнить между собой, то окажется, что в разных органах она разная. Это известно полтора десятка лет назад. А потом сами же эти самые молекулярные биологи совершили подвиг разведчика. Они взяли микроманипулятором и вытащили метахондриальную ДНК из разных отделов одного и того же мозга. Это мне особенно близко. Оказалось, что она в разных отделах разная. Это что означает? И уж апофеоз этого всего, это пару лет назад в Нейче даже была большая статья, в которой взяли метахондриальную ДНК из клетки из одной, и оказалось, что там может быть от десяти до трёх десятков вариантов геному. То есть у нас все, и зайцы, и неандертальцы, оказались внутри одной клетки. То есть это поставило крест на всех этих болтливых популяризаторах, полуграмотных эволюционистов, совершенно, скажем так, некомпетентных и некорректных антропологов, которые публиковали десятки лет, сотни тысяч публикаций, получали миллионы долларов грантов на эти все темы. И с удовольствием от них отчитывались. Хотя нужно было сделать один проверочный эксперимент. А посмотреть, а как эта коротенькая метахондриальная ДНК внутри одной клетки, она различается? Нет. В конце концов, нашёлся среди них умный человек, который это сделал и похоронил целое направление. А если вы посмотрите на Нобелевские премии, то вам тоже станет очень интересно, сколько их связано с этими явлениями. Секундочку, а тот, кто похоронил метахондриальную ДНК, гений? Ну, конечно, гений. Только его очень не любят за его гениальность. Так всё-таки какие же критерии есть? Смотрите, Нобелевская премия не подходит, публикации в журналах типа Nature и Science не подходят, популярность среди научного сообщества не подходит. Так что ж подходит? Подходит только один критерий – время. Через 20-30 лет остаётся только то, что имеет реальную ценность. Больше ничего. А сейчас при коммерциализации науки, что недопустимо нигде в мире, это грантовая система убивает науку. Коммерциализация разрушает её на корню. У нас вообще критерии исчезают, потому что вперёд выступает бизнес-эффективность, что является в науке особенно фундаментальным – идиотизмом. Теперь перейдём к основам гениальности. Значит, мы решили, что действительно гениальность является то, если человек способен создавать нечто новое, то, чего не было в природе и обществе. Очень хорошо. Значит, теперь как распознать этого самого гения? Ведь всегда же интересовало не просто, что он создал что-то новое. Хорошо бы его распознать, поймать и заставить работать на себя. Это мечта всех государственных систем. Простите, пожалуйста, позвольте, я вас перебью. Вы говорите «поймать и распознать». То есть не вырастить – значит ли это, что гениями только рождаются и никак не становятся? Нет, надо родиться, но и потом надо создать условия, чтобы он реализовался. Это понятно. Но только рождаются. Учёные – это не куры бройлерные, чтобы они росли большого размера. Нет. Мозг, к сожалению, детей не похож на мозг родителей. И здесь только отбор, только оценка каждого конкретного человека. В этом наше горе и в этом наше преимущество. Мозг каждого человека неповторим более, чем отпечатки пальцев. Мозг состоит из трёх соцструктур, которые содержат 150 миллиардов нейронов. И эта комбинация всегда уникальна. Ни один орган, ни одна система внутри нашего организма не имеет такой изменчивости внутри себя, как человеческий мозг. А в чём дело-то? Дело в том, что наш мозг настолько индивидуален, что эти различия на количественном уровне, просто число нейронов, входящее в конкретную структуру, могут различаться в десятки раз. Есть такие поля, то есть, которые у нас, у нас этих полей на поверхности мозга, там около 60, плюс ещё подполя. То есть, это что такое? Что такое поле под поле? Это кусочек мозга, поверхности, тот самый покрытый бороздами, который отвечает за определённую функцию. Это проверено опытом двух мировых войн, подробнейшим образом, и огромным количеством нейрохирургических операций. Когда после травмы или вмешательства брали кусочек мозга уже усопшего человека и определяли границы, в рамках которой эта функция исчезла. Это доказанная вещь. То есть, локализация функции в коре головного мозга и подкорковых структурах известна любому невропатологу и нейрохирургу достаточно хорошо. Но проблема состоит в том, что они очень изменчивы. Если разница между даже самыми консервативными структурами мозга может достигать двух-трёхкратного размера, то есть, одна структура. Ну, представьте, вот мы, например, с вами разговариваем, ваша слуховая область больше моей в три раза. Причём только та, которая воспринимает, например, низкочастотные области. Там есть такие подполя в районе Извилина-Гешля. Слушай, я много слушаю? Ну, может быть, у вас рождённый, вы такой уродились. Вот, спасибо родителям. А у меня она может быть маленькая, но я действительно не очень хорошо различаю звуки, ну, похуже. И вы видите, слышите в моём голосе обертонов там на низких, что-то очень много. А я их вообще не слышу там у другого человека. И мы договориться никогда не сможем. Просто у меня нету такого аналитического аппарата. Сколько голосов в три раза больше? Всё. То же самое со зрением. И это ещё в 30-е годы Филимонов, наш святый архитектоник, который тоже, кстати говоря, заслужил Нобелевскую премию ещё в 30-е годы. Почему? Потому что он впервые показал, что индивидуальная изменчивость структур головного мозга каждого конкретного человека превышает расовую изменчивость. И на этом заткнул эту проблему. Почему? Потому что в те годы, в 30-е годы, пришли к власти в Германии нацисты, и ему было дано задание сделать вот такую работу. Он придумал, во-первых, как её сделать. Как сейчас говорят, придумал дизайн, разработал подход. И сделал эту работу на евреях, русских, грузинах, китайцах, ещё там туркменах, по-моему, на разных людях. И показал, что изменчивость 17-го поля, затылочного, основного, первичного, зрительного, она может кратно различаться между разными людьми. И при этом это не связано с этническими особенностями. Индивидуальная изменчивость перекрывает расовую. То есть за это надо было давать три Нобелевских премии. Ну, как видите, на Западе всё забыли. Хотя в тот момент у нас вроде была коалиция. Вроде бы мы дружили с Америкой, с Англией. Так вот, продолжая эту тему, можно сказать, что он первый показал, что это возможно. А потом исследования более широкие, проведённые в Московском институте мозга, питерские, никакого отношения к этому и не имеют. Показали, что да, существует в разных областях зависимость от различных человеческих способностей изменчивость этого самого мозга. У меня даже есть книжка, называется «Изменчивость и гениальность» на эту тему. Где я рассматриваю как раз те образцы, которые в те времена были исследованы. Это Ленин, Маяковский, Сталин, да? Да. Которые хранятся в институте мозга. Ну, которые хранились в сегодняшней состоянии, их неизвестно. Ну, вот, в те времена. Вот, поэтому их мозг является доказательством того, что существует структурная предрасположенность и структурные ограничения. Потому что если у вас чего-то одного в мозге много, то маловероятно, что будет много всего остального. То есть существует специализация. И суть гения в том, чтобы он нашел себе такое занятие, которому соответствует структурная, то есть физически, по количеству нейронов, по размеру полей, ядер, предрасположенность головного мозга. И тогда он будет гением. А если он будет заниматься чем-то другим, а не для чего приспособленного мозга, он будет дураком набитым. Ну, а для того, чтобы понять, что твой ребенок, например, гений, или что ты потенциальный гений, тебе обязательно нужно вскрывать черепную коробку, или можно каким-то иным способом, я не знаю, МРТ пройти или еще что-то? МРТ сколько у нас разряжает сейчас? Максимум 200, максимальное разрешение 200-150 микрон. А нейроны для того, чтобы просмотреть и определить эти самые хотя бы основные поля, нужно иметь разрешение в один микрон. То есть в оксель, то есть микрон-микрон на микрон должен разрешать. Для этого еще как пешком до Китая. Поэтому вариантов нет. Вариантов нет. Но такой томограф создать уже можно. И уже можно создать его 15 лет. То есть никаких проблем нет. Я непосредственно участвую в проектах, которым занимаются физики, занимающиеся рентгеновской оптикой. И все условия для этого существуют. И существовали 15 лет назад. Я не хотел издавать в свое время книжку «Изменчивость и гениальность» из-за того, что я хотел, чтобы был создан такой томограф. И чтобы наша страна стала отбирать для разных самых целей. От научных до военных гениев в этих областях. Чтобы мы получили те биологические преимущества, которые никакими ракетами и танками не компенсируешь. Но после многочисленных совещаний мне в конце концов сказали «А что мы будем делать с нашими детьми?» То есть люди, которые принимали решения, очень забоялись. Потому что они явно не гении. А так у нас как? Сын генерала должен быть генералом. А министра сын – министром. Но это приводит к тому, что в интеллектуальном плане власть всегда деградирует со временем. Вот и всё. Потому что это не наследуется. Даже очень талантливый и способный человек не может наплодить таких же талантливых и способных потомков. Природа отдыхает, да, как говорят? Не только природа отдыхает. Просто всё-таки там мама ещё имеет или папа имеет к этому отношение. И комбинация из трёхсот переменных, конечно, даёт непредсказуемый результат. Тем более генетическая детерминация здесь, скажем так, крайне сомнительна. Говорят, есть там семьи Бахов, например, музыкантов. У Моцарта папа был прекрасный музыкант. Да, да, да. У нас, вы знаете, есть даже композиторы наследственные. Только они пишут очень паршивую музыку. Дело в том, что среда, в которой маленький ребёнок формируется, она оказывает на него колоссальное воздействие. И ранняя профессиональная специализация даёт такие преимущества, что на фоне тех, кто её не прошёл, этот маленький ребёнок, даже довольно бездарный, выросший в семье, например, профессиональных музыкантов, имеет огромные преимущества. Поэтому не надо путать, так сказать, семейную специализацию и гиперспециализацию, когда мозги забивают с раннего детства этим делом, с настоящим талантом. Потому что он столкнётся с настоящим гением и для таланта и полностью проиграет по всем статьям. Что мы и видим. Сергей Вячеславович, ну, пока министерское генеральское лобби всё-таки не позволяет, грубо говоря, создать этот томограф, хочется же всё равно понять, вот что, например, твой сын хотя бы предрасположен к чему-то. Как понять, что этот ребёнок гениален? Ему нужно с детства давать там задачки по математике, учить. И если он ни к чему из этого не предрасположен, его нужно автоматически отправлять в ПТУ или мести улицы? Ну, это тоже, если хорошо будет делать, это тоже неплохое занятие. Ну, гений дворничества, это как-то, знаете, не звучит. Я понимаю, да. Но что делать? Дело-то в том, что вы не можете проанализировать, особенно ребёнка. Потому что если ребёнок видит поощрение со стороны родителей, то он готов пойти во все тяжкие. А поскольку обезьяны великие имитаторы, а мы всё-таки обезьяны, и жулики известные, то есть мы готовы, особенно дети, за поощрение, за признание окружающих, за аплодисменты, делать всё, что угодно. А их пустой мозг позволяет заполнять его всякой гадостью. Родители часто, особенно самые обиженные судьбой, пользуются своими детьми, их накачивают таким образом, а потом вдают за суперталанты. Это было всегда, начиная с раннего средневековья. Сейчас все СМИ говорят о девочке девятилетней, которая поступила на психфакт МГУ. Ну, вроде на платное отделение. Ну, поступило на платное, но в любом случае пишут только так, гениальный ребёнок. Пусть пишут, посмотрим, что будет после полового созревания. Я участвовал в нескольких проектах, когда отбирали такие гениальные детей, и кончалось всегда одинаково. Я многих потом отобранных встречал вдоль Тверской на помойках, они бутылки собирали. Но при этом Моцарт-то был гением. Уж действительно с этим-то спорить, наверное, вы не будете. А он в четыре года написал свою первую сонату. Я с этим спорить не буду. Но когда Моцарт написал свою первую сонату, ему папа не помогал. Ну, неправда. Папа ещё как помогал. И воспитывал, он был тоже прекрасным музыкантом. И даже говорят, что именно благодаря тому, что слились вы едино, вот то, что вы говорили о среде музыкальной, и как раз дарование Моцарта и получилось, что... А какое дарование нужно для психолога в 9 лет? Это большой вопрос. Понимаете, чем более сомнительная специальность, а психология это как раз сомнительная специальность, тем труднее проверить талант. Но с другой стороны, сдать ЕГЭ в 9 лет, мне кажется, надо иметь определённые способности. Надо иметь железных родителей, заниматься по 5 часов в день, как родители сами говорили. Так что это не очень сложно. Вопрос, так сказать, тренировки и жёсткости подхода. Я не приветствую такие подходы. Это девочки бедные обойдётся, потом очень дорого. Таких гениев было очень много в советские времена. И, к сожалению, это всегда не очень хорошо кончалось. Будем надеяться, что есть будет по-другому. К сожалению, многие убеждены в том, что если рано выучить таблицу умножения, то перед нами гений. Это не так. Гений – это творческое начало, самореализация. У нас была поэтесса такая, которая безвременно ушла из жизни. Даже не буду говорить, каким именно способом, а почему. С которой носили все советские поэты и рассказывали, что она совершенно гениальна. В 11 лет она переплюнула Пушкина и Лермонтова вместе взятка. А на самом деле что? Пустой детский мозг. Получивший поощрение взрослых. И получивший образцы поэтических произведений, где любовь, страдания, нежность, переживания начинает имитировать. И вот эта девочка, ничего не имея, ни эмоций, ни знаний, ни жизненного опыта, бедная и несчастная, она начала на потребу взрослых поэтов, которые сидели в заседании, на трибуну таращили глаза и аплодировали, на потребу этих существ, по-другому не назовешь, она стала делать свои стихи, которые все признавали супергениальными, суперталантливыми. Но очень быстро это все закончилось. Почему? Потому что за этим ничего не стояло, кроме подражания. Но когда она созрела и в человеческом смысле, и в гормональном, и в интеллектуальном, то она оказалась, в общем-то, ни на что не способна и очень быстро ушла из жизни. Это наше все. Солнце русской поэзии и много других эпитетов. Александр Сергеевич тоже начинал с подражания, с имитации. Там его ранние стихи, это же... Да, вы просто все время забываете о том, что вы берете... А сколько еще занималось подражанием имитации в то время, когда не было телевизора? Ужас! Где они все? А это все равно, что, знаете, как физкультурники. Значит, там все начинают бегать, говорят, вот, смотрите, какой там отличный парень, 20 лет он там, ну, он может глотать противотанковые гранаты, с ним ничего не будет. А сколько тех, которые начали, и вообще никуда, и ничего. То есть, понимаете, получается эффект больших выборок. Вы запускаете большую выборку, среди них оказывается человек с врожденными, уникальными способностями, и вы его задаете за принцип методики, который вы разработали, придумали или открыли. Это называется обман населения. Больше ничего. Потому что погоду делают не образцы, которым невозможно подражать, из их особенностей физиологии и прочего-прочего. А та масса населения, которая живет по совершенно другим законам. Поэтому в гениальности есть свои положительные, отрицательные стороны. И поэтому, когда говорят, вот методика гений, где гений-то? Хорошо, если у вас есть только методик. Психологи последних 70 лет бегают по потолку и убеждают, что у них есть методики отбора. Что вот гений, они прямо сейчас начнут плодиться, как тараканы на грязной кухне. Так, ребята, где это все? Уже прошло там с 30-х годов, когда Германия и Советский Союз пытались сделать специальные системы для выращивания гениев. Отбирали там без единого гнилого зуба фашистов, эсэсовцев. Отбирали у нас офицеров специальных. Мы вот выращивали их, им под таких же самок подгоняли. Что, ребята, чем кончилось-то? На моей памяти было три таких проекта. Сейчас очередные начинаются. Но ведь есть же какие-то схожие черты в гених. Вот вы сами цитировали в одной из лекций. Я тоже почитал Владимира Павловича Эфраемсона. У него генетика гениальности знаменитая книжка, где он проанализировал более четырех сотен гениев. Слушайте, Эфраемсон был одержим простой идеей, связанной с концентрацией мочи. Да-да-да, вы говорили, для гениев главное, чтобы моча ударила в голову. Ну, слушайте, Эфраемсон был хороший человек. Я даже с ним сталкивался по молодости. Он неплохой был человек, неплохой ученый. Ну, как все люди, одержимые совершенно определенной идеей, которые готовы пожертвовать даже объективностью, у него там начинается с Александра Македонского эти все дела. Но всему же есть пределы. То есть завираться можно, конечно, но как-то более-менее разумно. И к тому же мы знаем очень много подагриков современных, которые никакие не гении. То есть признак концентрации этих соединений, и, скажем так, довольно токсичных в крови, не является признаком гениальности. Это вы только про подагру. У него еще есть синдром морфана, он говорил, гигантизм, да? Или синдром Мориса, когда плод беременности и родившийся человек с мужским набором хомосом имеет женское направление. Но мы берем тут же писателя такого же, как Тургенев Анатолий Франца, и там не гигантизм, а ничего такого, аж плен. О чем вы вообще слушаете? К сожалению, вот эти подходы, это как молекулярная генетика. Давайте искать ген гениальности, или давайте еще лучше, ген серийного убийцы. Вот у меня была такая история. Значит, когда ко мне пришел один журналист, сказал, вот давайте снимем фильм про гены серийных убийц. Но это вообще не гений. Тут понятно, вот он поубивал, признался, все, там его все запчасти на трупах есть. Американцы этим носились 10-15 лет назад, как списанные торбы, и доказывали с пеной у рта, что они нашли гены, отвечающие за серийных убийц. Так где это? А когда сделали Чикатилу, оказалось, что у него нет никаких генов. А мы забились на спор, что фильм закончится тем, что это чушь собачья. Ну, естественно, было сказано, что нет, конечно, все от генов, мы просто этого еще не знаем. И если уж комплексное исследование не позволило выяснить даже признаков генетических серийных убийц, которых исследовали по всему миру, тьму тьмущую, то о чем говорить, о каких гениях? Гения – это конструкция мозга. Кстати говоря, конструкция мозга впрямую не наследуется, потому что морфогенез нейронов не контролируется генами. Ну, посчитайте, 150 миллиардов нейронов и 24 тысяч, 25 тысяч генов. На все остальное даже не хватит, если бы все гены занимались морфогенезом мозга. Там другие законы. Эти законы, кстати говоря, практически не исследуются. Это законы морфогенеза межклеточных взаимодействий, которые детерминируют не через гены, а через межклеточные взаимодействия системы дифференцировки. Этим не занимаются, это не модное дело. Это не финансируется по одной простой причине. Если мы не видим простых очень объяснений типа стимулы реакции, то считается, что более сложные взаимодействия, они не поддаются, они еще как поддаются. То есть у нас есть разные очень подходы в биологии. Есть тупой, исторический, протухший подход, который стоит в том, что вот у нас есть вещество, и раньше посмотрите старые работы, вот его вводим, меняется поведение. Но да, если с анистого калия вести, оно изменится. В один раз, правда. Навсегда. Не навсегда. Нельзя путать токсикологию мозга с тем, как он работает в реальности. А спортсмен, если он чемпион в каких-то своих видах спорта, он может считаться гением. Так давайте им давать Нобелевские премии. Это действительно так. Потому что в области двигательно-моторной координации он гений, раз он у всех выигрывает. Замечательно. Но только не надо называть это интеллектуальным развитием, это всем другое. Это координация, тело, развитие в том числе и областей, может быть, вполне реальные. Двигательно-моторных, когда он координирует, как там Зидан, например, у которого нога двигалась, по-моему, отдельно от тела. Я специально смотрел его игры. Да, конечно. У него удивительные способности произвольного управления мускулатурой. Да, это своеобразная гениальность двигательно-моторная. Никто против этого не спорит. Но это гениальность соматическая, то есть моторная. Это речь не идет об интеллекте высоком. Для того, чтобы нарисовать картину, например, или сыграть лучше всех, тоже необязательно обладать интеллектом. Ну, для этого нужно как минимум обладать способностью, если говорить про артистов, подражанием, поэтому они не очень интересны. Потому что любая обезьяна учится тем, что подражает. Другое обезьяне. Так создаются социальные системы. И артисты, они реализуют древнейшая приматная способность подражать, копировать и прочее, и прочее. Ну, как маленькие девочки копируют маму, и прочее. Это нормально. А вот художнику, если он хочет что-то создать, а не просто копировать в стодолларовые банкноты, что тоже полезно, конечно, если хорошо делать, то им надо, так сказать, не понимать, что они делают. Потому что у художников хорошо, у хороших рисовальщиков тьма. Я знаю много выдающихся рисовальщиков, которые могут ну, просто вот там нарисовать человека, любую природу, что хотите. Он не понимает, для чего и зачем. Если есть тебе, чего сказать, то ты скажешь. Особенно, если ты профессионально подготовлен. Но в большинстве случаев это срам один. То есть гениальный человек не может стать и воплотить свою гениальность, реализовать ее, если у него не будет опыта, образования, я не знаю, Конечно, конечно. Поэтому гениев нужно отбирать в молодом возрасте. Для этого и нужен церебральный сортинг, чтобы поместить его в такие подходящие условия, дать возможность реализоваться. Не надо ничего принуждать. И если это окажется ему оптимальным, а ему, конечно, окажется оптимальным. Почему? Потому что, имея большие области мозга, он будет получать максимальное удовольствие. И самое главное, он будет получать наилучший результат среди всех окружающих его людей. А кому не хочется быть лучшим? Любой корреспондент хочет выпендриться на Пулитцеровскую премию. Известное все это дело. Доминантность обезьяния никуда не исчезла. В этом секрет. Церебральный сортинг это ключ к абсолютному счастью. Когда человек будет заниматься тем, от чего он будет больше всего получать удовольствие. Это и есть счастье. ключ к абсолютному счастью этих самых гениев. А все остальные, которым скажут, что они посредственность. А с чего вы взяли, что скажут? У нас многообразие занятий человеческой деятельности так велико, что любому человеку, я серьезно говорю, можно подобрать занятие, если точно знать организацию его мозга, такое, с которого он будет, как говорит молодежь, тащиться. и тогда он будет на своем месте. Это не обязательно, он должен быть гениально создавать что-то. Он может гайку пилить, неважно, но он будет ее делать так, что вы будете потом смотреть по телевизору и пускать слюни. Потому что он будет лучшим. И человеческое разнообразие мозга так велико, что даже если мы сейчас сделаем церебральный сортинг всем семимиллиардам, то мы все равно всех трудоустроим по организации мозга. Но ведь вы не оставляете шансов тем, кому компьютер покажет, что он курьер прирожденный, стать математиком или спортсменом. Ник, не надо ничего запрещать, но он должен об этом знать. Пожалуйста, никто никого не должен насиловать. Но просто человек невероятными усилиями может достичь, конечно, высоких идеалов, так сказать, положив весь мозг. Примеры были такие, да, конечно. Тот же Маяковский, Владимир Владимирович, который... Тот же Нуриев. То есть способность не очень, анатомия так себе. Насчет Нуриева не знаю, но вот Маяковский-то как раз его мозг находится... находился, как вы говорили, не знаю. Нет, но его мозг достаточно хорошо известен, но его красно-речевые области более чем скромные. Но именно поэтому он и писал-то плохо. Он на самом деле не писал ничего. Он не сочинял бы на бумажке. Он писал в голову сразу. У него мозг был большой, 1700 грамм. И он использовал двигательные области мозга для того, чтобы сочинять. То есть он ходил по городу и вот в ритме шагов сочинял сразу огромные фрагменты, садился и записывал. черняков никаких нет. А почему? Потому что он в речевом отношении был скромно одарен. И если бы не Бурлюк, который с ним познакомился в свое время и не убедил его, то, что он гениальный поэт, а цель у Бурлюка была очень простая. Он хотел избавиться от художника-конкурента. Потому что Маяковский блестяще рисовал и составлял ему огромную конкуренцию. Бурлюк его обманул и загнал его в поэзию. В результате произошло то, что произошло. Он действительно находил. Поэтому Маяковский все время говорил, что я тружусь. Написание стихов это как добывание угля, там и металла выплавка. Почему? Потому что адский труд, когда у человека очень мало способностей, ему надо подключать всю голову, всю, для того, чтобы описать то, что там Хлебников писал вот так, сидя за рюмкой. Конечно, для него это ад был кромешный. Собственно, одна из причин, почему он и не зажился на этой планете. Потому что... Перетрудился? Нет. Когда человек со временем начинает думать о том, чем он занимается, он в конце концов начинает понимать свою, как бы так сказать, несостоятельность некоторую. То, что ему давалось адским трудом, другие получались с легкостью. Тот же Есенин. Ну вот. А для него это был ад. До него, в конце концов, как я понимаю, стал доходить, что Бурлюк был неправ. Но уже повернуть обратно оглобли жизни он не смог. Колесо истории. Но вот исходя из того, что вы сказали, получается, что человек талантлив в одном. А как же знаменитая фраза Фейхтвангера, что талантливый человек талантлив во всем. Например, Леонардо да Винчи. И художник, и анатом. Слушайте, Фейхтвангер, это, во-первых, не... Скажем... Ну, хороший романист, ну уж. Мягко скажем, не гений. Его точку зрения распространять на всю планету не нужно. Например, да Винчи? Да Винчи. Значит так, чего он делал? Он что, был биохимиком? Он был анатомом, изобретателем. Ну, во-первых, он рисовал для... Тогда так было положено. Анатомы создавали картинки для... То есть для анатомов создавали картинки выдающиеся художники. Это так. Да, действительно. Что он еще делал? Ну, а разобраться в том, как работает наша сердечно-сосудистая система. Слушайте, человек, который занимался много лет, очень много лет такими вещами, как механикой. Да. Для этого надо быть и художником, и механиком. Для того, чтобы понимать, что изучая вопросы гидродинамики, ну, на том тогдашнем уровне, его также интересовала и органическая природа. То есть человеческое тело, все, что можно было понять и разобрать, он во всем этом разбирался. Понимаете, область от анатомии до живописи, она очень близка. без руки анатом ничего не отпрепарирует, без руки художник ничего не нарисует. Это все равно двигательно-моторная координация и возможность создавать внутри своего мозга образ того, чем ты занимаешься. Поэтому, как правило, люди, занимающиеся серьезно анатомией, обычно очень хорошо рисуют, а художники изучают ту же самую анатомию. Это очень близкие занятия. Леонаро да Винчи же не стал сочинять как Бетховен почему-то. Насчет, например, гениальности с точки зрения медицины у Чехова, он же был хорошим врачом, или Булгаков был тоже хорошим врачом, и при этом, на мой взгляд, его были великолепными писателями. Нет, писатели хорошие. Из хорошего врача писатель легко получается. Вот из писателя врач никогда. Это да, но все-таки это совершенно разные области ковыряться человеки и писать если вас научили писать и вы занимаетесь человеченкой так или иначе, то вы можете стать писателем. Вот из Пушкина, как известно, врача не получилось. И из многих других ничего не получилось. То есть в этом отношении, например, писатели очень не любят ученых. Потому что и инженеров, почему? Потому что, во-первых, у них есть профессия. Как Чехов, кстати, говорил. Я же, говорит, не писатель, у меня профессия есть. Это к вопросу о писательстве. Потому что человек, умеющий писать и читать и достаточно способный к своей профессии. Ну, пример, Гарин Михайловский, детство, Тёма, студенты, инженеры, все знают эти произведения. Инженер профессиональный, который занимался строительством железных дорог. И таких примеров очень много. Но что-то я из писателей, особенно из советских, деревенщиков, я чего-то, ни инженеров, ни физиков, из физиков много мы знаем. Но режиссёр, Шукшин и писатель, и режиссёр. Слушайте, даже актёра можно научить в конце концов режиссёрскому ремеслу, понимаете? Хотя это сложно, но бывает. Вот Шукшин в этом отношении, вот он такой. Но вот это всё равно, это одна профессия, это всё рамка одной канализованной системы, в которой он, извините, находился всю жизнь. Поэтому сказать, что он там многостаночник, как Фрося Бурлаков, в нельзя. Мы потихонечку заканчиваем эту замечательную тему. От гения до безумства один шаг, говорят. Вот Демокрит писал, что именно безумие рождает уникальных поэтов. А как, по-вашему, безумие и гениальность они связаны? Ну, сразу приходит на ум Достоевский, Капа. Демокрит завидовал просто гением, поэтому пытался обозвать их дураками. Ну, это всё понятно. Это всегда так было. Нет, к сожалению, да, бывают проявления. Проявления некоторых особых способностей людей с отклонениями. Да, бывает. Это существует. Но у нас существует гигантское количество людей с отклонениями, которые не способны ни к чему. Классический вариант попытки 10-15 лет назад набрать детей индига. Значит, если ребёнок пришёл в школу, залез под парту и там написал, это признаки гениальности. Тут же его хватали психологи, особенно если ребёнок богатых родителей. И за очень дополнительные деньги мы из него делаем гением. Так, где гении? Из детей индига. Прошло 15 лет. Так, покажите мне вот эти, которые писались в штаны, не ходили в школу, там, визжали, орали. У них не хватало одного витамина, R, ремень. Вот этого витамина R надо было прописывать им и их родителям, которые просто стали богатыми людьми и потеряли, как говорят, берега. Больше ничего. Потому что из этих детей ничего не выросло. И все эти психологи, которые толпами набрасывались на доходное место, в смысле такого, ребёнка-индиго. Красивое название. Ну, у меня-то ассоциация только одна с синими джинсами. Краска для штанов. Вот эта вот синяя краска для штанов, если так называть детей, то и результат будет соответственным. Ну, в лучшем случае, протрётся. Системные гении, которые долго давали плоды, то есть плодоносили, они обычно были довольно нормальными людьми. С довольно устойчивой, нормальной психикой. Просто они понимали, что делали, использовали свой талант, гениальность свою, по прямому назначению, для того, чтобы творить. Ну, и напоследок вопрос, мне кажется, так и просится. А можно понять, сколько гениев примерно? Вот по статистике, вот сейчас 7 миллиардов там с чем-то людей, да. Сколько из них гений? Ну, очень немного. Их вообще было очень мало за всю историю человечества. В моей книжке я привожу вот «Озменчивость и гениальность» где-то список из проверенных, ну, не знаю, там около 100 гений проверенных, у которых хотя бы определили массу мозга, начиная с Данте. Ну, вот. Хотя бы массу мозга. А исследованных тщательно, то есть вообще это речь идет о 30-х годах, вот этот небольшой кусок, когда этим интенсивно занимались. Сейчас мозги гениев пропадают. Мы, так сказать, утрачиваем, потому что никто их не собирает, никто их регулярно не исследует. Там, истории с Эйнштейном связаны, там вот такие кусочки надрали, и все искали клетки гениальности. Ну, как в свое время Оскар Фохт, который исследовал мозг Ленина, он был помешан на идее о том, что должны быть отдельные специальные нейроны гениальности. Какие нейроны гениальности? Сказали, их 150 миллиардов, только в каре, там, в среднем 11 миллиардов. И что одиноклетка сделает? Ну, тоже надо быть замороченным определенным образом, иметь такую навязчивую идею. Ну, вот примерно с такими же навязчивыми идеями через 50 лет разодрали мозг Эйнштейна, испортили его просто. То есть, теперь мы уже, нам трудно будет понять, в чем там дело. То есть, поскольку такая работа не ведется, за это надо поблагодарить физиологов, молекулярных биологов, биохимиков, которые сказали, все это ерунда. То есть, все равно у вас 12 цилиндров в машине или два. Главное, это какой бензин залит. Ну, вот с такой логикой, конечно, они профурыкали все, что можно. естественно, что это закончилось позорищем и уникальные гении, которые населяли эту планету совсем недавно, оказались неисследованы. О чем я очень сожалею. Ну, понять, какое количество гениев невозможно. Хотя бы в среднем так, на душу населения. Ну, все зависит от масштаба гениальности, но в среднем, конечно, речь идет, что один на миллион примерно. А много ли, как вы считаете, гениев, которые не смогли воплотить свое гение? Очень много, 90%. То есть мы знакомы только вот с верхушкой этого айсберга, а все остальные... Да, у кого еще хватило характера, сил, просто продолжительности жизни, образования. То есть кому дико свезло, кому-то выпало там из колоды карт четыре туза. Это вот такая... Мало того, что должен обладать способностями, ты должен попасть в определенную среду, в определенные условия, и у тебя должно хватить ума на то, чтобы не разменять свою жизнь на размножение, еду и доминантность. Потому что, вы же сами понимаете, гений, он потому и гений, он может немного работать, но много продавать, потому что он очень умный. И таким образом мы смотрим на гения той же живописи и видим, что на десять работ у него одна гениальная и девять дрянь. Почему? Потому что человек деньги зарабатывал, у него были другие интересы, курсистки там, напитки, поездки и прочее, всякие простые радости земли. Как говорил Стив Джок, надо работать не 12 часов, а головой. Да, уж, чап корову мычало. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok